Привет, друзья! Посмотрите, какой у нас океан сегодня шикарный. Несмотря на то, что сегодня ветер, не всегда нам удается посмотреть вот такой прибой в океане. И я почти уверена, что каждому нравится такой шикарный прибой, но не каждый может его узреть. Вода сегодня у нас полная, посмотрите. Я стою у самой стенки, и уже вода подходит ближе и ближе. Прилив. Посмотрите, как шикарно выглядит напротив. Портсмасс. Особенно, когда он освещается солнцем, он выглядит, как просто белая жемчужина. Мне кажется, так или иначе, ветер будет в микрофон шуметь. Поэтому сегодня что-то рассказывать вам здесь у нашего шумного океана я не буду. Наверное, просто погуляем с вами немножко. Насладимся этой красотой. Вот. Я хочу еще раз, друзья, поблагодарить всех, кто заходит на мой канал так или иначе, кто смотрит мои видео, и кто разделяет мои мысли по поводу вот нашей жизни, по поводу пребывания в Англии, по поводу возраста, друзья. Опять же, много разных мыслей. И думал я, что значит красота, и почему ее обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Привет, друзья. Вспомнила. Вот вдруг стихи. Такие классные. Но эти строки, пожалуй, знают все. Они мне пришли на ум. Вот знаете, как интересно все-таки, когда человек красив, не всегда бывает он счастлив. И все-таки, наверное, внутреннее содержание сосуда и внутреннее наполнение, оно значит гораздо больше, чем внешность. Вот как-то так. Я прихожу к такой мысли с возрастом, что все-таки главное, это внутренняя красота. Ну, а может быть, знаете, это для мужчин совсем по-другому все выглядит. Мужчины любят глазами. И для них самое главное, чтобы рядом была женщина, молодая, красивая, упругим телом, над длинными ногами, с большой грудью. Женщины идут на всякие ухищрения, даже по этому поводу. Сейчас очень много возможностей изменить свою внешность и сделать грудь красивой, большой. И даже, говорят, ноги удлиняют. А на самом ли деле счастливы те женщины, которые вот так меняют свою внешность ради мужчин, ради того, чтобы завоевать какого-то престижного, достойного, богатого самца. тут стоит хотя бы вспомнить знаменитую красавицу Мерлин Монро. Сексуальную женщину, молодую, великолепную. И сколько мужчин она сводила с ума и, в общем, до сих пор является секс-символом, по-моему, всех мужчин всех возрастов. Ну и что можно сказать о ее личной жизни? Она, по-моему, там то ли 4, то ли 5 раз была замужем. Но она не была счастлива ни с одним из своих мужей. И это красота, и это ее сексуальность, и то обстоятельство, что ее обожали все мужчины. которые ее видели на экране. Оно не дало ей ни толики счастья. Это к тому стихотворению, которое я вам прочитала. Вот не знаю, что в ней было не так, и почему вот так жизнь ее трагически закончилась, и почему она так и не обрела своего счастья. А бывает, как вы, наверное, тоже знаете масса таких случаев, когда женщина совершенно обычная, ничем не примечательная, и счастлива, и любима, и все у нее замечательно. И может быть, даже не сказать, что она уж такая, знаете, там умница-разумница, и семи пяди во лбу, и такая добрая, замечательная. не всегда так бывает. А вот бывает, кому-то везет в жизни, а кому-то нет. И только, наверное, один великий наш правитель знает, почему так происходит, и от чего это зависит. Я тут недавно сделала для вас видео опять свое очередное, рассказала вам от всей души поделилась, скажем так, с моими новостями, что вот я повстречала еще одного, познакомилась с мужчиной. Да, такое дело. Ну, вы знаете, я думаю, что мало там, наверное, комментариев, мало я публику разожгла. Я же давайте вам расскажу еще. Ну, чтобы был выбор, наверное, двух мало мужчин, надо больше, а я, так как продолжаю заниматься поисками мужчин, то нашла еще одного. Скажи мне, когда ты готова. это же, в общем, делается-то. Здесь не так и сложно. А потом еще, вы знаете, такая история, что я-то вам рассказываю уже только такие случаи, ну, которые, в общем-то, наверное, меня уже немножко зацепили, заинтересовали, вот, которые, наверное, имеют смысл вам рассказать. не какие-то там, знаете, минутные-сиюминутные встречи и знакомства, а вот что-то такое, наверное, что и меня заинтересовало, и вот, думаю, что интересно было и вам послушать. И по этому поводу, вы знаете, я хочу еще рассказать историю, что было же у меня еще много очень знакомств таких поверхностных, и потом были даже намного моложе меня мужчины. Вот я когда была в Марокко, я помню. Тоже очень замечательная страна, и марокканцы такие красавцы там, такие кудри у них вьющиеся, такие красивые белые зубы. марокканцы белокожие марокканцы, не темнокожие, и в общем очень красивая внешность у них. Так вот, эти марокканцы, я не знаю почему, но они там такие охотники за европейскими женщинами. И вот им как раз таки глубоко наплевать, какого возраста женщина, главное, чтобы зацепиться и попасть в Европу. И таких, вы знаете, очень много. Поэтому, ну вот, есть возможность, как говорится, если бы у меня было желание просто поймать и найти какого-то молоденького для себя, то я бы уже это давно сделала. Также здесь вот рассказывала вам о моем квартиранте Филиппе, который ему было 50 с чем-то лет, уж не помню там сколько. Вот, когда он пришел ко мне на квартиру, он был бездомный, вот сейчас он, правда, на бенефитах, ну и он, когда у меня устроился, когда он жил у меня, он жил довольно долго, больше полгода, по-моему, и он все время, знаете, делал такие попытки, чтобы со мной подружиться, поближе познакомиться, что вот тут как-то даже вино покупал, выходил из своей комнаты, предлагал посидеть вместе, то есть ясно, что были такие, знаете, у него поползновения, подружиться со мной, познакомиться и остаться, наверное, жить у меня. Это же супер, в общем-то, понимаете, и таких тут много желающих, поэтому просто найти какого-то мужчину не составляет труда. Ну, а так-то, по идее, зачем? Зачем мне это? Мне нужен мужчина для жизни, для души. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха.